МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Плитка к плитке". В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. -"Лиса красивая, ухоженная". -"Какие дороги заиграют новым покрытием?" -"Посмотри по сторонам". На выезде из города легковушка врезалась в скорую помощь. -"Следует принимать все необходимые меры по обеспечению беспрепятственного проезда". -"Кто пострадал?" В мини-гонке в городе прошел четвертый этап чемпионата по автомодельному спорту. -"Здесь одни из лучших спортсменов в СНГ". -"Какие модели привезли участники?" А также планы на перепись, рост показателей и народный вкус. Агрария планирует собрать около миллиона тонн картофеля. Какие еще культуры в приоритете? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Новую рабочую неделю Александр Лукашенко начал с Большого экономического совещания. Традиционно во Дворце независимости широкий состав должностных лиц. Главными темами обсуждения президент обозначил упрощение процедур строительства и кредитования жилья, совершенствование транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство и ремесленная деятельность. Белорусский лидер напомнил. Синекое государство для народа. Мы очень много говорили в последнее время о корректировке нашей жилищной политики. Мы говорили о том, что приоритетом у нас было и остается обеспечение жильем многодетных семей, военнослужащих и так далее. Поэтому на нашей встрече вопрос номер один упрощение процедур строительства и кредитования жилья. Затрагивая другие темы, глава государства подчеркнул, в транспортной инфраструктуре нужно проводить цифровизацию. В ближайшем будущем также будет утвержден перечень видов ремесленной деятельности. Без внимания не остался вопрос падежа крупного рогатого скота. Александр Лукашенко потребовал снизить негативную тенденцию. Не уступил дорогу. В субботу 17 августа произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Специальная машина с включенными проблесковыми маячками и сиреной спешила на вызов на пересечении Минской и Гагарина 68-летний водитель «Лады» не предоставил преимущества карете скорой помощи, которая проезжала на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения спецтехнику перевернуло. Набок два медработника, доставленные в больницу для обследования. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах к транспортным средствам, движущимся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Следует принимать все необходимые меры по обеспечению беспрепятственного проезда во избежание возникновения аварийных ситуаций. За прошедшие выходные в субботу выявлено 711 нарушений ПДД. Задержано 16 пьяных и 37 бесправников. 76 пешеходов привлечены к административной ответственности. Энергетическая безопасность, положительная динамика и единый процесс сбора данных. Следующая перепись населения пройдет в стране в 2029-м. Сколько человек живет в республике сейчас? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Темп роста белорусского ВВП по итогам 7 месяцев превысил 105%. За январь-июль промышленность показала увеличение в сопоставимых ценах на 7,5. При этом запасы готовой продукции снизились на 9. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве. Инфляция – 0,03. Отмечалось снижение стоимости обуви, легковых автомобилей, телевизоров, а также медицинских услуг. Аграрии планируют собрать около миллиона тонн картофеля. В перспективе также заготовить 540 тысяч тонн овощей. Как подчеркнули в Минсельхозпроде, сегодня потребительский рынок характеризуется насыщенностью. Широкий ассортимент достигается преимущественно за счет урожая белорусских производителей. К слову, география экспортных поставок нашего второго хлеба и продуктов из него обширная. Она включает 26 стран. Следующая перепись населения пройдет в Беларуси уже менее чем через пять лет. Синекая работает над тем, какие технологии будут использоваться в процессе. Важны и административные источники данных, которые необходимо использовать и подключать, чтобы упростить заполнение листов. К слову, на начало января 2024 численность жителей республики превысила 9 миллионов человек. Из них почти 54% женщин и 46% мужчин. С момента ввода и включения первого энергоблока в сеть БелАЭС уже произвела почти 34 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Внушительный объем позволил заместить порядка 9 миллиардов кубометров природного газа. Весь получаемый ресурс используется исключительно в целях государства. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования строительства второй станции. Турбизнес Беларуси отмечает положительную динамику от расширения без виза. После введения нового режима за три недели через два погранперехода Гродненской области в республику въехали более 7 тысяч человек из 34 стран. Большинство гостей из Германии и Эстонии. В расширенном списке все участники шенгенской зоны. Комфорт превыше всего. На Парково и Кирово-Каменского укладывают тротуарную плитку. На Минском шоссе процесс кипит с самого утра. Там на тротуарах появляется свежее покрытие. Специалисты трудятся не покладая рук. При этом помимо стандартной плитки используется специальная тактильная, которая облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями. Только на одной из самых отдаленных улиц города Кирово к 30 сентября обновится более 6 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Живу в центре. Улица красивая, ухоженная, удобно ходить с коляской, передвигаться. Бобрусь благоустраивается, дороги кладут. Вообще все замечательно. Приятно иногда по некоторым улицам пройти, конечно. Приятно в парк сходить. Там такие есть неплохие кафешки. К слову, на прошлой неделе дорожное полотно уложили по Брестской. Также сотрудники ДЭП провели ямочный ремонт по энергетиков и улицы Карла Липнихта. Космический август. По доброй традиции на последний месяц лета приходится турслет. Участники крупные предприятия различного профиля, а также учреждения образования. Об удивительной атмосфере насыщенной программы Елизавета Житкова. Урочище «Белый берег» на уикенд стало площадкой для турслета. Мероприятие организаторы приурочили к году качества. И разработали программу из самых разнообразных состязаний. Побороться за звание «Лучший» собрались 8 команд. А турслета мы ожидаем только положительных эмоций, драйва, всего самого наилучшего. Турслет предназначен нам для того, чтобы поднять боевой дух между нами, между предприятиями города и всеми остальными предприятиями нашего округа. Настрой хороший. Мы здесь в первый раз. Наше учреждение, наверное, единственное учреждение образования из всех команд. У всех настроение хорошее, все рады, довольны, что попали сюда. Очень по-боевому настроены, активны, заряжены, позитивны. Подготовка проходила у нас сплоченно, дружно, весело. Очень долго репетировали, проговаривали некоторые моменты. Ну и в целом, так сказать, друг друга поддерживали. Мне все нравится, я здесь уже второй раз. И каждый раз организация была на уровне. Прежде чем приступить к главному – обед. В меню уха, картофель, мясо. Сразу после жеребьевка и старт. В перетягивании каната не было равных заводу КПД. Следующий этап – презентация визитной карточки. Одно из самых фееричных шоу, к которому почти год готовились команды. Мы подготовили прекрасную песню. У нас есть хорошие, прекрасные исполнители. Он будет исполнять сольно. Мы ему подпеваем прекрасную песню в космической теме тоже. Мы подготовили достаточно красочные номера, согласно тематике турслета. Мы связали космическую тематику, плюс представить наше предприятие, плюс год качества. Три дня участники купались в дружной, веселой атмосфере. Лейтмотив состязаний – нащупать командный дух, научиться взаимодействовать и увести массу позитива с собой. Добрая традиция, под которую попал каждый новобранец – обливание водой. В пятницу проходило открытие туристического слета. Также был конкурс притягивания канатов и визитка. В субботу и воскресенье была активная программа, и в воскресенье было закрытие и подведение итогов. По итогам туристического слета – золото у Бобруйского завода КПД. Серебро взял красный пищевик, бронзу – фондок. Необычные конкурсы, веселая компания, полевая кухня, песни у костра, космодискотеки – то, что осталось в памяти надолго. Елизавета Житкова, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Ловкость рук. В Бобруйске прошел четвертый этап республиканского чемпионата по автомодельному спорту. Место проведения – специальная трасса в городском парке. Среди участников – представители разных стран и городов. За два дня Бобруйск посетили гости из Санкт-Петербурга, Москвы и почти всех регионов Беларуси. В общей сложности более 50 участников. Я могу сказать, что здесь одни из лучших спортсменов в СНГ. Также спортсмены из СНГ у нас показывают очень неплохие результаты и на европейском уровне, и на мировом. Следующий пятый этап вновь пройдет в городе на Березине. Организаторы уверяют – Бобруйская трасса – одна из лучших в республике и идеально подходит для таких соревнований. Телеканал «Бобруйск-360» продолжает историко-культурный проект «Старый город». Смотрите сразу после новостей. Прогулку по Карло Липнихта. В центре внимания дом номер 39. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!